В США, в принципе, этот класс длится 21 часа. Это много материала. И поэтому мы попытаемся покрыть 21 часа преподавания после 12 часов перевода. Поэтому, если вы будете быстро слушать, я буду быстро говорить. Но это очень много материала. Это похоже на то, когда вы будете пить воду из шланга. Возможно, вы не все схватите, но Дух Святой оставит вам то, что надо. Поэтому на первой странице, что можете ожидать от этого класса? Мы пытаемся помочь вам распознать уровень вашего призвания. Каждый из вас есть призвание в жизни. Также возможность расти духовно и знать о своем потенциальном в Христе. И также помочь людям увидеть то, что он говорит Бог. Вы можете знать, но нам также надо увидеть, кем нас видит Бог. Каждый из нас есть судьба. И Бог говорит нам и смотрит на то, какова наша судьба, предназначение, как и Петру. Как вы помните, он говорил Петру, Я назвал тебя Петру, означает, ты камень. Ну, кто из вас знает, что он еще не был достаточно камнем. Но что он станет камнем. И поэтому Бог смотрит на нас таким образом. Он смотрит, кем мы станем. И также мы посмотрим, каким образом они неправильно пользуются или относятся к Духу Святому. И у нас есть высказывание в Америке, мы не бросаем младенца в ванну. Нет? Не забывай это. Нет, скажи. У нас есть высказывание в Америке, мы не бросаем младенца в ванну. Поэтому если один кусочек неправильный, не значит, что нужно все выбрасывать. И некоторые из нас видели неправильное использование даров. Но мы не делаем письма с даром, только потому что кто-то их не использовал. Мы хотим открыть Писание и посмотреть, как правильно делать. Мы также хотим помочь понять предназначение функции Церкви в отношении служения и откровения. И служение и откровения, что это значит? Это слышать то, что говорит Бог, и говорить это. Возможно, некоторые из вас уже дарены в этом. Какой из вас Бог использовал в том, чтобы говорить пророческое слово кому-то? Окей, хорошо. Но кто из вас знает, что все не вращается вокруг нас и вокруг нашего дара? И все это для общего блага Церкви и Царства. Мы все являемся частью Царства. Поэтому мы не фокусируемся на своих дарах, но мы фокусируемся на использовании своих даров для Царства. Также мы хотим помочь вам определить вашу сферу влияния и власти. Когда вы будете расти в своих дарах, то Бог будет давать больше власти и больше влияния. И по мере того, как лидеры во местной церкви наблюдают за вашим ростом в этом, они также будут давать больше вам власти. Также мы хотим помочь вам определить эти разрушающие жизненные циклы. Я уверен, что у вас не было такого, не так ли? Вы знаете, вместо того, чтобы ходить вокруг горы, мы хотим научиться, как взойти на гору. Потому что, как многие из вас знают, что Бог хочет привести нас к зрелости. И мы хотим избавиться от того, что удерживают нас. Также мы хотим определить, что такое является страхи пастора в отношении откровения в поместной церкви. Некоторые пасторы боятся люди, которые получают откровения. Поскольку множество пророческих людей стали причиной множества проблем по местных церквях. Иногда они думают, что они могут лучше слышать Бога, чем лидеры. И поэтому иногда пасторы удерживаются и предварительно обдумывают, то, позволят ли людям использовать дары откровения. Но ваш пастор не так, иначе вы не были бы на семинаре. И он улыбается. И также хотим помочь вам лучше понять Писание и тот, кто хочет лучше слышать Бога. И также мы хотим понять, как Бог хочет разбираться с некоторыми из ваших пастор. Недостатков в характере. Ну, возможно, у вас нет таких вообще недостатков, но ваш сосед обязательно должен их иметь. И скажите своему соседу, он говорит про тебя. И как уже это мы сделаем? Мы будем использовать эти занятия. Будем делиться на малые группы. Будем направлять вас, давать вам указания. Также упражнения, чтобы вы их проходили дома. Домашнее задание, домашнее задание. И мы также дадим вам много материала, который вы можете изучать в позже. Также много материала, которые потом вы можете сами изучать. И что ожидает вас? Чтобы вы приходили вовремя. И чтобы вы были готовы к тому, что Бог хочет говорить о вашей жизни. Если у вас мобильный телефон есть, то хорошо было бы его выключать. И мы просто просим вас быть голодными по жаждущим и способными к обучению. Не голодными по Макдональдсу, но потому что есть у Бога. Как Джон Пол верит, то, что самое важное, что может быть только. То, что характер намного важнее, чем дары. И важно понимать, что дары и призвания не приложены. Но характер – это то, что мы развиваем. И по мере того, как мы развиваем благочестивый характер, это будет расширять наши возможности в дарах. Потому что если у нас нет характера, то в конечном итоге никто не захочет слушать нас, что мы вообще хотим сказать. Если у вас в Библии, откройте Иоанна 12, 28. Иоанна 12, 28. In this passage, Jesus says, Father, glorify your name. And then a voice came down out of heaven saying, I have glorified it, and I will glorify it again. Therefore, the people who stood by and heard it said that it had thundered. Others said, an angel had spoken. And Jesus said, this voice didn't come because of me, but it was for your sake. Now, notice that the voice spoke from heaven. And Jesus heard it and understood it. But there were others who thought it thundered. Others who thought an angel had spoken. Others who heard nothing at all. And perhaps a few others who did hear it as the voice of God. And so the question would be, if God spoke audibly right now, does that mean everyone in the room would hear him? Not necessarily. Because not everyone heard, when God spoke over Jesus. Now, we know that Jesus heard the voice of God. Why is that? Because Jesus walked in intimacy with the Father. Probably for 18 years, he spent alone with the Father. He trained his ear to hear God speak. And he taught his ear to hear God speak. But not only did he hear because of intimacy with the Father. But he also heard and continued to hear because he obeyed what the Father said. A lot of people want to hear God speak. But being able to hear God means we walk in intimacy with God. And to be able to hear God speak continuously means we obey when we hear God speak to us. The Hebrew writer said the people had become dull of hearing. Как еврейский автор говорит, что люди стали неспособны к слышанию. We become dull of hearing when we do not obey what God says. How does God speak? How does God speak? Scripture says he speaks like many waters. The scripture also says he speaks like a raging fire. And Job says he speaks like loud thunder. But how was it that Elijah heard him that one day? But how was it that Elijah heard him that one day? A still, small voice. That's the most common way in which God speaks. So in order to hear a still, small voice, you have to be still and quiet. There are times that we have to be still before the Lord in order to hear the Lord. But we believe that God will speak. And we believe that God will speak to all of us. Every one of you can hear God. And whatever level you are at right now, you can increase. And so if you hear God a little, we can teach you how to hear God more. How many want to learn to hear God more? How many want to be able to hear God for others? In the church, we can prophesy to one another to encourage one another. But out in the world, we can speak a word to someone who doesn't even know God. And if it's something that's hidden, and they know it could have only come from God, it will cause faith in them to believe in Jesus. It will cause faith in them to believe in Jesus. We call that prophetic evangelism. How many of you want to do that? Amen. Okay, page three in your notebook. This is called the revelatory ministry graph. It's a diagram of how prophetic ministry works. Это диаграмма. Каким образом работает, действует, функционирует пророческое служение. Prophetic ministry can either be personal prophecy or corporate prophecy. Personal prophecy is one person to another person. I hear a word that God wants to speak to you, and I share it with you. I hear a word that God wants to speak to me, and you speak it to me. That's personal prophecy. And then we have corporate prophecy. It would be like God would give me a word for the whole group. And so when you gather for worship each week, the pastor or an elder may have a prophecy for the whole group. That's called corporate prophecy. Most of us have experienced prophecy in some way. And either our experience was a good experience or bad experience. And because of your experience, you decided that you either wanted to learn more, or you were discouraged and disillusioned by it. If you had a good experience, you are desired to learn more about it. But even at the beginning stages, we're still a little bit immature. And so we began to experiment with prophecy. If we have a bad experience, it can lead to confusion. If we have a negative experience, it will lead to confusion. And unbelief. And even causes us to quit. Maybe you felt like you had a word for someone else. And then they didn't receive it at all. And you question as to whether you really heard from God or not. And then you begin to question, even if prophecy works. That would be a bad growth experience. Or maybe someone prophesied to you, and they were wrong. And it caused you to question prophetic. And so you weren't quite sure. And you had a bad growth experience. But if someone prophesied to you, and it touched your heart, then you had faith to believe that this was from God. Or if you believe you heard from God and shared a word with someone, and they received the word, and it blessed them, then that would be a good experience, and you would want to do it again. And so a desire to do it would cause you to seek out what was involved in prophetic ministry. It would create hope and faith. A desire to mature in the gift. A quest to learn more. And would cause you to attend a school of prophetic ministry like this. How many of you have had a good prophetic experience? У кого из вас был положительный пророческий опыт? У кого из вас был негативный пророческий опыт? Yeah. So, we want to change that. And we want to help you experience a good prophetic ministry. И мы хотим, чтобы вы испытали хорошее, положительное пророческое служение. Откройте четвертую страницу. This is called the four quadrants for revelatory ministry. Это называется как квадрат служения откровения. В служении откровения существует два фактора. It's what we call the God factor называется фактор Бога и человеческий фактор. The God factor means God gives revelation. And how many of you know there's nothing wrong with God's revelation? God's revelation is always right. And it's exactly right. And so the God factor is good. But there's also what we call the human factor. We also call the human factor the risk factor. Now why do we call it the risk factor? Because God takes a risk by giving us a word from Him to give to someone else. What if we don't give it the right way? What if we don't say what God said? What if we add to it? So God trusts us but He takes a risk with us. How many of you know it's important for us to really hear what He has said and make sure we say it exactly like He said it? and He tells us that He has told us what He said. Now in the quadrants one is listed as high risk and low anointing. Первый раздел высокий риск и высокое помазание. High risk means this person has little character. Высокий риск which? Это четвертый квадрат. Низкое помазание. Низкий риск и низкое помазание. Четвертый. Четвертый квадрат. Четвертый квадрат. Okay. Let me tell you some things about this person in the high risk low anointing. High risk low anointing. Это третий даже. Высокий риск и низкое помазание. Третий. Высокий риск и низкое помазание. Я хочу больше сказать об этом человеке. Этот человек верит, что все это сконцентрировано на нем. Они верят, что церковь не права, а они правы. Они верят, что правительство превосходит над милостью. Они ведут себя так, как они являются голосом Бога в поместной церкви. Они личности характера не очень такого, высокого уровня. И они обычно их история предыдущая, того, что их просят уйти из церкви. Мы не хотим быть такими. Посмотрите, на квадрат, который говорит, высокий риск, высокое помазание. Это значит, что их характер тоже не очень хорошего уровня, но у них высокое помазание. Это очень опасные люди. Они чувствуют себя, как будто только они могут слышать Бога. И всегда они находятся в состоянии атаки, нападения. И всегда пытаются корректировать людей, говоря от Бога. Но кто из вас знает, что пророческий дар для ущевания, наставления, ободрения? Этот высокий риск, высокое помазание, это человек думает, что он говорит мнение от Бога. Они всегда указывают, что неправильно. Они всегда пытаются исправлять людей. Они всегда пытаются исправлять лидеров. И исправлять пастора. Эти люди, тоже, обычно, переходят от церкви в церковь. И затем есть низкий риск, низкое помазание. Этот человек боится людей. Они не будут говорить, что они слышали, потому что боятся быть отверженными. двойственные, раздвоемые личности. Иногда они не хотят идти на риск. Они не знают, это от Бога, может, это не от Бога. Они думают, что они должны сказать что-то кому-то, они думают, что они не должны сказать что-то кому-то сказать, они думают, что они ничего никому не должны говорить. Поэтому обычно они вообще ничего не говорят. Но мы хотим быть в квадрате 2. Это низкий риск, высокое помазание. Это человек, который исполнен любовью Бога. Они больше переживают о церкви, чем о себе. Они больше переживают о царстве, чем о своих дарах. Они верят, что милость превосходит над судом. Они верят, что характер больше, чем дары. Они желают созидать церковь. Они люди молитвы и больших близких отношений с Отцом. Именно в таком квадрате мы хотим жить, когда наш характер на высоком уровне. И мы учимся, как на самом деле слышать голос Бога. Эти люди являются благословением церкви. есть некоторые факторы, которые влияют на нас, как на человеческие создания. И влияют на нашу способность слышать Бога. Наше эмоциональное состояние может неправильно услышать Бога. Радость, вина, депрессия могут удерживать нашу способность услышать Бога. Наше духовное состояние может также повлиять на нашу способность услышать Бога. Наши доктринальные верования также влияют на наше слышание Бога. Также наше отношение к деньгам влияет на то, как мы освобождаем слово другим. Поскольку если вы на самом деле слышите Бога и люди признают этот дар вас, то у них будет тенденция попытаться купить ваш дар. И мы отстаняемся от такого вида искушений. И как Джон Поль говорит, нам нужно избегать четыре га. Голд, золото это Z пишите буквы русские Z Girls потом следующие девочки это D Guys и Слава это S Золото мальчики девочки Слава Мы защищаем себя для того, чтобы нам продолжать жить как люди характера. Есть ли какие-то вопросы по поводу этого квадрата? Четыре квадрата? Давайте к следующей разделе перейдем на пятой странице. Okay. This is called the three phases of ministry development. How many of you know that a gift starts in an immature state? We have to grow up in our gift. We have to grow up in our character as well. And so in order to be used of God we grow in both our character and our gift. And so the Bible says that we're to continue to move on into maturity. And so we have the three phases of ministry development. and the first phase is called the cloud phase. It happens quickly. It happens quickly. The Spirit of God calls you. You hear His voice. You sense the drawing of the Holy Spirit. He calls you into salvation. But there's also a time He'll call you into ministry. Every Christian is called to ministry. Every one of you have a ministry. Notice what the scripture says about Samuel's call. If you have your Bibles, turn to 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3. Verse 1 says in 1 Samuel chapter 3. Is everyone there? Yeah. They did. It sounds a bit better tomorrow. The material is just ready? Okay. 1 Samuel chapter 3 verse 1. And the scripture says the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. It's a sad thing when the word of the Lord is rare. Samuel followed the period of the judges. And how many of you know those were really scoundrels? Rascals. They weren't good. They weren't good. They weren't good. and so the word of the Lord was rare. So the Lord had to raise up a prophet. We're living in a day where God is beginning to raise up the prophets again. But the Bible says in verse 3 while Samuel was lying down the Lord called him. And he answered here I am so he ran to Eli and said here I am for you called me. And Eli said I didn't call you go down again. And he went and lay down. And then the Lord called him again Samuel. So Samuel rose and went to Eli and said here I am for you called me. He said I didn't call you go down again. And the Bible says now Samuel did not yet know the Lord nor was the word of the Lord yet revealed to him. Now isn't that interesting because he had been in the house of the Lord he had been under a prophet of the but he did not yet know the Lord there can be people in the house of the Lord who do not yet know the Lord because the Lord comes to us through revelation and so the Lord called to Samuel a third time and he went to Eli one more time and he said here I am you called me and then all of a sudden it dawned on Eli and he realized oh it's the Lord who's calling him and so he told Samuel go back and go to bed and he'll call you again and when he does say here I am Lord speak for your servant here and that's the way we need to be God will call us and our response needs to be speak for your servant hears God will call you in your spirit he may call you through a dream or a vision he may call you through a prophetic word but the calling is the easiest phase we just say yes Lord here I am but after we're called we have to go through a training phase and the training phase is the most difficult of all the phases because the training phase lasts a lifetime John Paul read a book by John Sanford many years ago and John Sanford said it takes ten years to make a profit and John Sanford said it takes ten years to make a profit and John Paul was a young man and he disagreed with that how could it take ten years to make a profit because he felt like he was a profit now John Paul says something different he still says it doesn't take ten years to make a profit he says it takes a lifetime how many of you have a lifetime and so in this training phase we have to learn how to walk with God we have to learn how to hear from God we have to learn how to let God deal with our issues our problems do you have any 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 problems I told the Lord one day I really want when I was younger I said I really want to be used of you but I've got a few things that are still wrong with me and he said a few aren't you glad though that God takes us step by step if he revealed everything that was wrong with us right now we would give up so God helps us take step by step and he helps deal with our character deficiencies he wants to deal with those things in us that would hamper our gift and we must allow God to do that work in us our gift doesn't determine our future but our character does the Bible says that many are called but few are chosen John Paul believes few are chosen because they didn't allow God to deal with their issues and so we don't quit we let God change us we don't stop when we fail we ask for forgiveness we ask for forgiveness and we keep on pressing forward and we keep on pressing forward the Bible says that Samuel grew in stature and in favor both with God and man Samuel grew in stature 1 Samuel 2.26 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 So he had to grow spiritually but he had also grown his character so that he could have proper relationship with man Godly character requires that the self in us dies How many of you know that Apostle Paul said he died daily How many of you know there's a death to self and so God has to deal with the things in us that aren't right but nobody likes death to self and a lot of people give up but the Bible says God will not give up on you Remember he's working towards what he sees that you can be And so the training process never ends It's ongoing God has to work a humility in us The Bible says he opposes the proud but gives grace to the humble And then the last phase is called the commission phase Often times it's a very short period But the Bible says that Samuel И как говорится в Библии что Самуил prophesied пророчествовал And none of his words fell to the ground И не осталось ни одного из слов его не вспомнившимся And in first Is that this verse? 1 Samuel 3.19 Yes Okay And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord So Samuel grew in character And the people trusted him But he grew in intimacy with the father And he heard correctly And what he spoke was right and true And all the people recognized him as a prophet So those dynamics have to work in order for people to hear us So how many of you are in the training phase? God is still working on you Look at your neighbor and say God is still working on you Look at your neighbor and say God is still working on you So don't quit You can be what God says you can be And you can do what God says you can do All right Let's turn to page We lost our page numbers Next one Six Six Page six Let's take the sixth page Next Six Page six Six Then After five After five Three 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 Four Three Four 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 Делайте заметки себе, какие вы пожелаете, все, что вы хотите там внизу, примечания, личные примечания, специально все для вас, рабочая тетрадка. Три столба пророческого служения. Очень важно понять все эти три столба пророческого служения. Первый столб называется «Пророк и Церковь». Второй – «Пророк и Человек». Третья – «Пророк и Дар». Поэтому каким же образом Дар Откровения вписывается в поместную церковь, общину? Ну, в принципе, пророчество – это часть одного целого, чего-то целостного. Знаете ли вы, как Писание говорит, что Церковь – это тело, и она состоит из разных частей. И поэтому пророчество – это лишь часть какого-то целостного, общего. И поэтому оно вписывается, соединяется со всем остальным, что находится в Церкви. И поэтому некоторые пророческие люди думают, что все вообще должно быть заполнено пророчеством. И если вы пророческий человек, и вы думаете, что не было никакого пророчества на служении, то вы думаете, что Бог вообще не пришел. И также, если вы не евангелист, и никто не спасся, то вы также будете думать, что Бог не пришел. И также, если вы поклонник или в группе прославления, и никто больше не прославляет, вы думаете, что Бог не пришел. Но если вы учитель, и никто не учил Слову, никто не преподавал, то вы тоже будете думать, что Бог не пришел. Но все это является частью одного целого. И поэтому мы не только пророчествуем. И мы понимаем, что пророчество – это часть одного целого. Некоторые пророческие люди думают, что церковь должна вращаться вокруг них. И поэтому некоторые пророческие люди думают, что им необходим титул. Но мы не ищем титула, ведь мы служим. И если люди ищут титула, значит, они думают, что они как бы обязаны делать. Поэтому не церковь служит пророческому человеку. Но пророческий человек служит церкви. И Бог будет использовать церковь для того, чтобы сформироваться и вылепить пророческого человека. И церковь поможет развить пророческие дары в пророческом человеке. И поэтому, в качестве пророческого человека мы можем делать равноценное вклад, вложение. Какова цель пророчества в поместной общине? 1 Коринфянам говорит, что это для наставления, для ободрения и утешения. Когда мы пророчествуем, это должно ободрять кого-то. Пророчества должны быть благословением для церкви. Пророчества должны быть для созидания церкви. Павел говорит, что в 1 Коринфянам 14, 26, когда вы сходитесь, у кого-то есть псалм, у кого-то учение, у кого-то язык, у кого-то откровение, и у кого-то толкование языков. Но пусть все это служит к увещеванию. Поэтому мы не говорим пророческое слово, чтобы привлечь к себе внимание. Мы говорим, чтобы это стало благословением для кого-то. Или для назидания кого-то. В общем, если мы не любим тех людей, которые мы служим, то на самом деле мы ничто. Независимо от того, какой наш дар. И как вы помните, Павел говорил в 13 главе. Если у меня дар пророчества, я понимаю все дары, все тайны, и у меня все знания, познания. Тогда такого человека нужно обязательно в церкви иметь. Ну, я же хочу делать особый акцент. Если бы был такой человек, у которого были все пророчества, все познания, мы, конечно, бы хотели, чтобы он был в нашей церкви. Но Павел говорит, если у тебя любви нет, ты ничто. Любовь больше, чем огромное дар. Если у вас нет любви, то все вообще параллельно, как у вас дар. Поэтому нам следует любить, так как любит Иисус. Наша интересность не об этом, это об этом народе Божьем. И как Библия говорит, пророческий дар поможет созидать единство. И очень печально, что многие пророческие люди на самом деле разделили церкви. Но пророчество должно приносить единство. Давно он в нашей церкви проходила пророческая конференция. И мой друг начал пророчествовать некоторым людям. Он не знал их, не знал, что в их жизни происходит. Но когда он пророчествовал им, то это так меня просто дух мой поднимало. Потому что я знал, что Бог их благословляет. И когда мы принимаем пророческое слово, мы осознаем, что Бог нас знает. И Бог знает, что с нами происходит. И Бог обращается именно к этому, говорит об этом. Знаете ли вы, что это настолько ободряет понимание того, что Бог знает обо мне? Что Он знает, что происходит. Это уже само по себе ободрением является. И по мере того, как Он пророчествовал различным людям в моей церкви, вся церковь начала радовать друг друга. Потому что мы видели благословение людей. Один человек благословлен, второй благословлен, еще один человек, еще один человек. И все мы благословлены были благодаря этому. И пророчество дает единство. Потому что мы хотим видеть, чтобы вся церковь получила наставление. Для того, чтобы пророческий дар функционировал, он должен быть соединен с поместной общиной. Знаете ли вы, что именно церковь Бог собирается использовать? И что Божий план совершается через поместную церковь. И поэтому пророческий дар должен функционировать в поместной общине. И пророчество не отделяется от поместной церкви, но это является частью поместной церкви. Пророчество — это не тот человек снаружи церкви, и он говорит к церкви. Но это пророческие люди внутри церкви, которые говорят друг другу. Второй столб — это пророк и человек. И как снова повторим, Бог больше ценит характер, чем дар. Очень важно производить плоды Духа. И чтобы эти плоды возрастали. Это пророки Духа, которые люди увидят в вашей жизни. Если наш характер не развивается, то это будет удерживать наш дар. Но если мы будем развиваться в нашем характере, то это позволит нам использовать свой дар. Но развитие характера требует много времени. Поэтому мы постоянно концентрируемся на своем характере, чтобы люди смогли услышать, что мы хотим им сказать. Но развитие характера — это больше, чем просто наше времяпровождение на воскресное или субботнее служение. Это больше, чем просто лицо в церкви. Характер — это, кем мы являемся целый день. Это, кем мы являемся целый день. В нашей семье. И кем мы являемся на нашей работе. И кем мы являемся, когда мы отдыхаем. У нас нет духовной жизни и светской жизни. Мы — Божий народ. Постоянно. Куда бы мы ни шли. Это настоящий характер. И Бог ищет мужчин и женщин, чей характер настолько будет велик, как и их дары. Каким же образом Бог развивает наш характер? Очень часто Он проводит нас через трудности. Помните Иосифа из Библии? У Иосифа был сон. И, возможно, он рассказал свой сон слишком рано. И он рассказывает, что в его сне, его братья, его сестры, его родители преклоняются перед Ним. Это правда? Но это еще для этого времени. Еще понадобилось очень долгое время. Now, his brothers didn't care to hear that. His brothers were upset that he shared that. И это очень огорчило его братьев. And his brothers rejected him. In fact, they hated him. На самом деле, они вообще его возненавидели. Отвергали ли вас когда-то? Только из-за того, что кто-то вас отверг, не означает, что на вас крест можно ставить. И только из-за того, что кто-то отверг вас, не означает, что вы не достигнете того состояния, какого хочет Бог. И поэтому Иосиф попадает в яму. Но из ямы, помните, он был в дом Патифара. Или в дом Патифара. Он выбегает из дома. Я уверен, что он хорошо чувствовал себя. Совесть его не осуждала. Он сделал правильный выбор. Но куда же все это его приводит? В тюрьму. Иногда мы делаем правильный выбор. И такое ощущение, что все идет потом неправильно. Как часто вы чтите Бога? И такое ощущение, что после этого все катится вниз. Но Бог не отверг его. Все это было частью его процесса обучения. Бог все еще все контролировал. И затем из тюрьмы помогает он пекаре, виночерпе. Ну, я не думаю, что он пекаре помог. Он просто сказал ему, что тот умрет. Но виночерпен был восстановлен в свою должность. И Джозеф сказал, «По меня там замолвили словечко». Но все-таки он замолвлен, но это было два года спустя. Вы знаете ли вы, что этот процесс обучения очень длительный процесс иногда? И Бог заинтересован в развитии нашего характера. Псалмист говорит, That until the time that God's Word came to pass, 104-й Псалом, 19-й стих. Пока исполнилось Слово Господа. Слово Господа испытало его. И Псалм 105-19. Псалм 104. Доколе исполнилось Слово Его, Слово Господне испытало его. И знаете ли вы, что приходит испытание? Что Он помещает нас в печь, огорчение, боли. У кого из вас печь, боли, огорчение? Но Бог говорит, «Вы любите аффлечение?» Нет, они говорят, «Ого, они имеют аффлечение». Но аффлечение – это то, что приводит к развитию нашего характера. Это учит нас, как правильно реагировать. Мы можем либо стать горечными, либо мы можем стать лучше. Это как бы выбор перед нами, такой, стоит. Мы решаем, каким образом мы будем реагировать к каждой ситуации. И вера думает, что Бог всегда для нас. Независимо от того, как нас ранили или отвергли, мы должны верить, что Бог знает, что Он делает. И нам следует позволить Богу развить на нас характер. Если только Бог не укажет на наши ошибки, наши недостатки, то они так в нас и останутся. И мы хотим, чтобы Бог выкинул этот мусор из нас. Третье – это пророк и дар. Так же, как нам следует расти, как мы растем физически, мы должны расти духовно. И так же нам следует расти в своем даре. И что дар, он развивается прогрессивно. Мы берем то, что есть у нас, и мы это применяем. И мы упражняемся, мы растем. Как говорится, одному человеку был дан один талант, другому два таланта, третьему пять талантов. Возможно, вы чувствуете, что у вас один талант. Но Иисус упрекнул ее за то, что он закопал этот талант. Поэтому возьмите талант и начинайте упражняться в нем. И начните расти в нем. И вы начнете расти в даре. Нужно учесть четыре фактора в нашем даре для того, чтобы люди применили то, что мы им сказали. Первое, мы должны иметь способность слышать Бога или откровения. Второе, это толкование. Мы должны понять то, что сказал Бог. Мы должны правильно толковать слова Бога. Затем после толкования нужно научиться, как же это применить. Что мне делать с тем, что я услышал? С кем поделиться? И когда мне делиться этим? И четвертое, это провозглашение. То есть я передаю слова Бога, то, что Бог мне сказал. И поэтому, для того, чтобы расти в даре, нам нужно изучить, что значит этот дар. И мы изучаем это на основании Писания. Все, что говорит Писание об этом даре. Мы изучаем пророков из Писания. И так же мы изучаем тех пророческих людей, пророков, которые были. И что же могут нам сказать пророки. И мы начинаем применять свой дар. И затем мы рассказываем то, что слышим лидерам. Чтобы они смогли помочь нам в том, когда мы пытаемся этот дар развить. Спросить пастора, а правильно вообще Бог услышал? И пастор поможет нам прийти к зрелости в своем даре. И в отношении пророческого дара нужно научиться быть ответственным подотчетным и также быть целостным в характере. И это может восстановить пророческое в церкви. Есть ли какие-то вопросы по поводу этой сессии? Давайте возьмем 10 минут. Мы верим, что Бог всегда говорит. Как Библия говорит, он как сеетер, который сеет семя. И поэтому мы хотим свои уши натренировать, чтобы услышать его. И мы хотим натренировать свой дух, чтобы чувствовать голосу Бога. И поэтому мы верим, что Бог хочет провести нас через период обучения. И что Бог будет учить нас даже в каких-то маленьких вещах. Или же даже то, о чем мы подумаем, это вообще ничего. Это незначительное. Но это вы можете делать ежедневно, постоянно, чтобы подготавливать свои уши и услышать голос Бога. И прежде чем прийти на следующее служение в субботу или воскресенье утром, Попросите Бога сказать вам, о чем будет проповедовать Валентин. Или пастор ваш. Или с какой бы вы церкви ни были. Или же попросите Дух Святой сказать вам, какие песни будут петь группа поклонения и прославления в то утро. И даже если Он даст нам это правильно и даст ответить на этот вопрос, то не надо сразу так кричать, да, о, да, потому что никто вас не поймет. И вы можете делать это каждую неделю. Также, кто из вас слушает радио? Один человек. Попросите Дух Святой, чтобы Он сказал вам, какую песню поставить следующую. Или кто из вас смотрит шоу, телевизионные шоу, игры именно, игры, поле чудес, не знаю. Попросите Бога сказать, какая будет следующая буква, или цифра, или что-то еще в этой головоломке. Затем вы можете продолжать делать то, что вы делали раньше, первую неделю. И посмотрите, может Господь даст вам название проповеди, или название песен, которые будут. Затем третья неделя. Начните записывать то время, когда вы думали о ком-то, кого вы знаете о своих близких, родных, знакомых. Как внезапно вы о ком-то думаете, вспоминаете, а потом сразу же встречаете его в тот день. И что Господь пытается показать вам? И каждый раз, когда это происходит, попытайтесь видеть, может это какая-то схема, постоянный образец происходит постоянно. Потому что, возможно, Бог уже говорил к нам, а мы это даже не поняли. Затем четвертая неделя. Пойдите в какое-то общественное место, в парк, или еще куда-то, сядьте и наблюдайте за проходящими людьми, за окружающими людьми. И когда вы смотрите на этих людей, на этого человека, смотрите, что ваш дух говорит вам внутри. Чувствуете ли боль, радость, или счастье? И как вы думаете, что Бог может вам говорить, когда вы смотрите на этого человека? Есть ли у вас чувство или понимание того, что Бог может говорить этому человеку? И вы можете это делать постоянно, эти упражнения. Еще, что мы делаем, когда вы стоите в очереди в магазине, или же в Макдональдсе в очереди. Попросите Бога сказать вам, как бы звать этого человека, который будет вас обслуживать. И когда вы подойдете к человеку, спросите, тебя зовут Давид? И когда он скажет да, не говорите оооо. Но если они скажут, что нет, то... Но у них же есть бейджики с именами. Ну тогда, прежде чем, когда вы уже сможете разглядеть, что там написано за имя, до этого времени попросите Бога сказать вам. И это вы можете постоянно применять. Какие-то вопросы, может, по этому заданию? Нет вопросов. Хорошо. Следующая страница, восьмая. Это задание для чтения. И это вы также сделаете дома. Домашнее задание. И мы хотели попросить вас, чтобы вы в книге Даниила посмотрели эти различные отрывки, и также ответили на эти вопросы. Потому что, как вы знаете, что Даниил был чрезвычайным человеком в плане откровений. И это поможет вам развить ваш дар, когда вы будете изучать Даниила. Хорошо? Так что вы можете сделать сегодня, когда домой вы возвращаетесь. Следующая страница, девятая страница. Мы это попозже сделаем. Поэтому давайте к следующей, а то пропустим пока, десятая страница. Это называется схема последовательной смены уровня зрелости для принятия откровения. И, как вы видите, там три фазы, три этапа вверху. И, как вы видите, первое должно идти призвание, там ошибка. Призванный, затем обученный, и затем посланный. Можете стрелочки поменять в другую сторону. И, как вы видите, что в начале мы очень большой процент говорим слова людей. То есть, когда в начале мы сначала говорим больше своих слов, чем слов от Бога. Из-за того, что мы новички или мы молоды в пророчестве, пророческом. И это начало. И по мере роста и зрелости будет больше желания говорить слава Бога и меньше слов человека. Кто из вас хотел бы добраться до конца этой графы и говорить больше слова Бога, чем слов человека? А, и мой друг один говорит, что я учусь не говорить, а пока я учусь, чтобы через меня говорили. Знаете ли вы, что людям безразлично ваше мнение, но им небезразлично мнение Бога? И когда мы говорим пророчество, то мы хотим знать, что говорит Бог, а не то, что люди прибавили к этому. И поэтому этому следует научиться. Когда мы начнем идти в пророческом служении, то, как Писание говорит, как сыны и дочери. И даже когда вы посмотрите в Библиях, Деяния 2 глава, что говорится об излиянии Духа Святого, и что там указывается на зрелость, что необходима зрелость. И Библия говорит, что последние дни, будет в последние дни. И злию Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны Ваши и дочери Ваши. И юноши Ваши будут видеть видения. И старцы Ваши сновидениями вразумляемо будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию Духа Моего. И будут пророчествовать. И знаете ли Вы, что мы живем в эти дни? Поэтому Бог изливает пророческий Дух. И Он говорит, что как мужчины, так и женщины могут пророчествовать. Какие женщины из Вас рады, что Вы можете пророчествовать? Также Он говорит, что сыновья и дочери. Поэтому дети тоже могут пророчествовать. Затем Он говорит, что залет на всякую плоть, и все будут пророчествовать. Поэтому, в соответствии с Писанием, сколько человек может пророчествовать? Все. Все. Как Он сказал. И снова нам нужно достигать зрелости в пророчестве. И поэтому Он начинает с сыновей и дочерей. Мы верстаем, становимся юношами, затем старцами. И затем заметьте эту перемену от ваших сыновья и дочери, а потом становятся мои, и рабы, и рабы. Мои, ваши, и потом мои. И на самом деле мы тогда можем стать Его слугами, рабами. И поэтому все верующие могут пророчествовать, но не все верующие являются пророками. Как существует разница между пророчествованием и должностью пророка. Поэтому не все мы будем пророками, но все мы можем пророчествовать. Посмотри на своего соседа и скажи, ты можешь пророчествовать. И Писание говорит, что у юноши будут видения. И мы верим, что Бог также изливает видения в наши дни. Что Бог начнет давать вам видения. Что у юноши видения устарцы в сны. Поэтому существует разница между видениями и снами. Видение это более буквально. А сны более символичные, более метафоричные. Поэтому видение проще понять, потому что оно прямое. А сон тяжелее понять, потому что это символы, это метафора. И когда мы становимся более зрелыми, мы можем понимать не только видения, но и то, что Бог хочет сказать через сны. У кого из вас есть сны? Кто из вас хочет больше видеть снов? Кто из вас хочет знать, что Бог говорит через ваши сны? Ну, это следующий курс. Это реклама была. Поэтому мы вырастаем из позиции дочерей, сыновей, в позиции его рабов и рабынь. Поэтому мы хотим быть как Самуил, как Бог говорит. Ни одно из его слов не осталось вспомненным. Итак, Бог должен нас через процесс того, чтобы вытащить наше Я из нас. И вложить больше Его внутрь нас. Посмотри на своего соседа и скажи, ты становишься больше похожим на Иисуса. Потому что Библия говорит, мы переходим от славы в славу. Давайте открываем одиннадцатую страницу. И эта секция называется «Темная ночь души». «Темная ночь души» — это то, через что вы пройдете, даже если вы еще через это не проходили. И вполне вероятно, что вы пройдете через множество темных ночей вашей души. Вот это, что же происходит во время темной ночи души? Заметьте на вашей диаграмме. Бог хочет нас передвинуть от наших личных планов к Его планам, Божьим планам. У кого из вас есть планы личные? Кто из вас хотел бы открыть Божий план? А кто из вас знает, что мы иногда планы в том, чтобы отдать свой план? И поэтому Бог приходится провести нас через процесс. Посмотрите на своем соседе и скажи, ты пройдешь через процесс. Но процесс — это всегда прикольно. Потому что именно в этом процессе Бог разбирается с нашими проблемами и трудностями. Бог вел израильский народ в пустыню. Поэтому темная ночь души похожа на этот опыт в пустыне. Некоторые люди называют этот период засухи. Такое ощущение, что небеса превратились в медь. Железо кое-то, никакого прогресса нет. Иногда вы чувствуете, что вы отступники, вы отступили назад. То, что раньше действовало, сейчас уже не помогает. И что вы не чувствуете Бога, как это было раньше. И что вы чувствуете, что ваши молитвы отскакивают от потолка назад. Но это время для того, чтобы разбираться с нашими глубокими проблемами. И поэтому Бог приводит израиль в пустыню из-за его любви к ним. Он приводит их в пустыню, чтобы научить их зависеть от Него. Поэтому Бог хочет привести свое новое состояние самозависимости и надежды на себя к зависимости от Бога. И мы не любим, когда задевают нашу независимость. Потому что мы эгоистичны и упрямы. Но Бог настолько нас любит, что Он даже будет с нашей эгоистичностью и упрямством разбираться. Поэтому в темной ночи души Он будет учить нас, как наш дух должен править в нас, а не наша душа. Поэтому Бог проводит нас через такой процесс, как будто Он прячется от нас. Иногда время приходит, когда Бог являет Себя, иногда Он скрывает Себя. Нам нравятся времена, когда Он является нам. Все очень хорошо выглядит. Мы делаем все, что мы знаем. Мы молимся. Мы читаем Писания. Все хорошо в нашей семье. Все хорошо в наших общинах, церквях. И жизнь прекрасна. Но потом Бог прячется. Сгибается. Чего Бог прячется? Потому что Он хочет, чтобы мы искали его всем в своем сердце. И поэтому Псалмис говорит, что он хочет искать Бога, его лицо, но не его руки. Часто в нашей жизни мы живем ища руки Бога. Это более обычные отношения. Мы служим Богу за того, что Он дает нам. Но Бог хочет, чтобы наши отношения были намного лучше, чем просто это. Он хочет, чтобы мы искали его лицо. И поэтому придет время этой трудности. Трудное время. Именно в это время мы продолжаем идти вперед. И мы знаем, что мы найдем Бога. И во время темной ночи души ничто не срабатывает. Люди отвергают нас. Наши планы распадаются. Наши финансы распадаются. Такое ощущение Бог оставил нас. Но нам нужно перейти от нашего душевного переживания с Богом к настоящему духовному переживанию с Богом. Нужно перейти к настоящему переживанию веры. Потому что Бог хочет научить нас жить верой, а не чувствами. Легко жить чувствами. И намного труднее жить верой. Но вера нам教ает, что Бог всегда там, независимо от обстоятельств. И только из-за того, что у меня трудные обстоятельства, совсем не означает, что Бог оставил меня. И, кстати, Бог говорит, что Он никогда меня не оставит. И поэтому нужно научиться доверять Богу, когда мы не видим Его действия. И даже когда мы Его не чувствуем. Мы должны научиться быть сильными, даже когда мы Его не чувствуем. И это истинно в отношении жизни по вере. И Бог хочет разобраться со всем мусором в нашей жизни. И как Библия говорит, умертвить наши плотские дела. И знаете ли вы, что это совсем не радостное занятие, умертвить свою плоть? И Бог сделает это нас, проведя через крах, потери, провалы. Потерпеть неудачу совсем не означает, что я неудачник. Но это значит, что я учусь не надеяться на себя. Потому что Бог хочет, чтобы я научился не надеяться на Него, а не на себя. И Бог проведет меня через трудности, которые вызывают меня, чтобы я не пройду к Богу. Потому что моя практика не нужна. Моего понимания недостаточно. Мне нужна мудрость Бога. И знаете ли вы, что мудрость Бога отличается от мудрости мира? И Он хочет научить нас, как жить в соответствии с его мудростью. И как Писание говорит, что мудрость Божия скрыта. И что Он явит свою мудрость тем, которые ищут его во всем своим сердцем. И те, которые ищут его во всем своим сердцем, найдут его. И что Библия говорит, того ока не видела. И уши не слышали. И не приходило то на сердце человеку. Что Бог приготовил любящим Его. И часто мы слышим этот стих на похоронах. И люди думают, что сейчас этот человек войдет в полноту познания Господа. Такое ощущение, что здесь мы не можем узнать полноту Божью, но только там. Но не об этом говорит Писание это. И Писание говорит, что природный глаз не может видеть Бога. И природные уши не могут слышать Бога. И природный ум не понимает Бога. Но Бог явил Себя нам через Свой Дух. Поэтому как можно познавать Бога через Свой Дух? И Бог явит глубину о Себе, глубокие познания о Себе вам через Ваш Дух. И Он говорит, кто знает человеческое, как не Дух в человеке? И кто знает лучше о Боге, чем Дух Божий? И Он говорит, что не дает Он нам Дух этого мира. Но Он дает нам Дух Божий. Чтобы мы могли легко знать Его. Познать. Дух Божий в нас хочет сказать нашему Духу о глубине Божьей. И поэтому Бог работает скрытыми способами. И что в этих трудностях Бога мы движемся к поискам Бога. После того, как нас отвергли. И мы думаем, что вообще нас никто не любит. И теперь пришло время узнать, любит ли нас Бог. На самом деле Бог заботится обо мне. И поэтому мы начинаем искать Бога. Искать любовь Бога. Потому что у нас есть эта нужда принятия и любви. Любви и принятия. И поэтому много времени мы уделяем поискам Бога. Когда мы уединяемся где-то. Так, чтобы услышать тихий голос внутри нас. И поэтому в пустыне Бог разбирается с нашей независимостью. И Он это делает посредством нашего сокрушения. Он созидает в нас смирение. Мы учимся смирению посредством смирительных обстоятельств. Смиряющих. И Бог говорит, что Он возвышает смиренных. Как вы помните, мы говорили об Иосифе. Он отвержен от родителей, отвержен от его братьев. И отвержен от отца. Затем он слышит Бога. И он проходит через период отвержения. И только из-за того, что его отвергли, он начал искать Бога больше. Моисея. Тоже у него были проблемы в отношениях с Богом. Помните, когда он убивает египтянина. То в его сердце было побуждение освободить. Но это он совершил по своей плоти. И поэтому египтянам его отвергли. И евреи его отвергли. И он бежал. Вообще в пустыню подальше. Иногда у нас будут неудачи. И люди, которые нас отвергают. И это будет вызвать нас, чтобы в пустыне будем бежать. Но Бог не устраивает, чтобы оставить нас там, в пустыне. И так же, как Бог нашел Моисея и явился ему там. Бог найдет вас, даже в вашей боли и в вашей отверженности. Мы с моей женой являемся пасторами церкви. И мы начали переориентировать ее на наполненную духом церковь. И мы начали встречаться с всевозможной оппозицией. Были люди, которые в один день нас любили, и на следующий день нас ненавидели. И в принципе, даже в нашем доме жила одна молодая девушка, и она была у нас няней. И в один день она вообще абсолютно отвергла нас. Другие люди вообще о нашем имени слухи пускали. И другие люди ушли из церкви. И очень часто мы были в одиночестве и болезненности. Мы знали, что мы Бога слышим. Моя жена стала лидером группы поклонения в церкви. И также было большое отвержение из-за этого. И от тех людей, которые жили с нами, и которые любили нас. И очень большое отвержение, отверженность мы прошли через это. И все, что мы пытались сделать, это быть послушными Богу. Мы принимали решения в послушании. И это было как, что все еще хуже становится. Поэтому как Иосиф поступил правильно, когда убежал от жены Патифара. Но все равно все хуже еще стало. И как бы из вас было такое, принимаете правильное решение, А все остальное еще хуже становится. Иногда у вас такое искушение появляется, поднять кулак Богу. Бог, а ну, подожди минуточку. Но вам все-таки нужно узнать, что Бог благ, и Он знает, что лучше. И узнать, что Он любит вас, независимо от того, что другие отвергли вас. И в то время обычно мы же читали Псалтырь. Вы должны быть очень рады тому, что Давид прошел через трудности. Так, чтобы мы могли себя отождествовать вместе с ним. Когда мы проходим через наши трудности. Мы нашли глубину и это богатство в Слове Божьем. И мы начали узнавать некоторые тайны Господа. Мы начали понимать больше путей Бога. Мы начали понимать, что Бог работает. И что Он учил нас любить, даже если мы были отвержены. Он учил нас, как правильно реагировать, даже если люди правильно на нас реагировали. Это был процесс. Но мы начали понимать сердце Бога. И мы начали понимать любовь к Богу по отношению к тем, которые Его отвергают. Но иногда в боли это очень сложно, болезненно. Но мы узнали, что Бог верен, даже если больно. И мы осознали, что в нас есть некоторые вещи, с чем Богу пришлось разбираться. Что Он хотел взять из нас забрать всякий гнев. Он хотел взять из нас горечь. И Он хотел дать Свою любовь и сострадание нам. И это не то, что происходит за одну ночь. Вы проходите процесс, когда Бог имеет дело с Вашим сердцем. Один день Вы любите кого-то. А кого-то на следующий день Вы хотите взять, вывезти. А затем Бог встал, дает Вам любовь. И Вы помните, как говорит Господь, я мститель. Поэтому это процесс. Но иногда, когда мы проходим через трудности, возникает вопрос, а Бог вообще знает, Он рядом находится. Но мы должны понимать, что темная ночь в душе – это не наказание. И что пустыня вовсе не была наказанием для Израиля. Но наоборот, это время, когда Бог хотел показать Свою любовь им. Так что все было у них забрано. Но все это было забрано для того, чтобы они научились зависимости от Бога. И как Писание говорит, Бог хотел, чтобы они понимали, что человек не живет только одним хлебом, но всяким словом, которое исходит из уст Бога. И во времена темной ночи души, ваше доверие сменяется с вас на Бога. Мы учимся перестать надеяться на себя, полагаться на себя. И в темную ночь души Бог разбирается с нашими заблуждениями. Он разбирается с нашими разочарованиями. Но Он также разбирается с нашими личными планами. Когда мы входим в темную ночь души, мы осознаем, насколько мы недостойны. И учимся зависеть от Бога, Его благодати и милости. Как Павел говорил, что «Я знаю, нет ничего хорошего в моей плоти». И также он узнал, что он может доверять Богу. И Иисус говорит, что «Он лоза, а мы ветви». И что, если мы не останемся в Нем, мы не сможем приносить плод. Мы не можем быть самодостаточными. Нам нужно научиться быть Богозависимыми. И научиться быть привитыми к лозе. И что мы узнаем, ничего мы своими силами в Царстве не можем делать. Даже если что-то доброе из нас выйдет, это только благодаря Богу будет. Иногда во время темной ночи души люди хотят остановиться и все бросить. Когда мы проходим через боль, отвержение, мы просто хотим остановиться. Что бы произошло, если бы Давид остановился? Как вы думаете, стал ли бы он вообще когда-то царем? У Давида было слово от Господа. Ты помазанный царь. Но все же должно пройти еще 13 лет, прежде чем он станет царем. Какие из вас есть обетования от Бога, за которые вы держитесь? Но возможно, придет еще много лет, прежде чем эти обетования воплотятся. И что будет искушение вообще сдаться, и когда этого нет в жизни, нет в реальности. И Бог сказал Давиду, будешь царем. Но Саул царь. Как Саул может быть царем, если он такой нечестивый? Чего Бог вообще его не уберет? И Давиду нужно было также иметь эти отношения с Саулом, как с царем. Бог сказал Давиду, что он будет царем. Но он убегает от царя. Потому что царь действующий хочет убить этого царя. Надеюсь, что никто вас не пытается убить. Но, возможно, вы все еще ожидаете воплощения вашего обетования. Сделал ли Бог то, что Он обещал сделать? Вообще, это не похоже на то, что это происходит со мной. И этот человек удерживает меня от того, чтобы я стал тем, кем Бог меня хочет видеть. Видите ли, что Давид мог бы обвинить Саула в том, что Саул является препятствием в том, что он станет царем. Но истина в том, что никто не может вас удержать от того, что обещал Бог. И что Саул не мог стать препятствием в том, чтобы Давид стал царем. Кто из вас думает, что вы могли быть очень хорошим христианом, если бы не этот человек был? Был бы я таким хорошим христианином, если бы этих обстоятельств только не было. Но истина в том, что никакой человек и никакие обстоятельства не могут вас удержать от вашего предназначения. Как Бог говорит, он может приготовить путь там, где вообще нет этого пути. Что он сможет открыть двери, которые никто не закроет. Поэтому Саул не удерживал Давида от того, чтобы стать царем. Но Давид учился смирению в то время, когда у него были такие отношения с Саулом. Давид научился более глубокому доверию, положению на Бога, когда он имел это дело с Саулом. И, вероятно, если бы не было Саула, у нас бы не было и Псалтыря. Давид вызывал к Богу и видел, что Бог остается верным. В какой-то определенный момент в жизни Давид приходит место под названием Зиклаг. Саул, царь, хочет его убить. Он хочет присоединиться к филистинской армии. Но военачальник отвергает его. Поэтому он присоединялся к неудачникам, неумехам. И они его тоже отвергают. Поэтому Давид со своими людьми возвращаются домой. И Зиклаг в то время был город, его родной дом в Зиклаг. Добрались они в этот город и видят, что их дома разрушены, их имущества и их семьи уведены. Что бы вы сделали, если бы 13 лет вы верили Богу? И вы все еще не царь? И вы возвращаетесь домой? И ваша жена и ваша жена забрали все ваше имущество? Такое ощущение, что там все мертвы. И вы все потеряли. И затем люди, которые были верны Ему, говорят, все. Все эти годы мы за тобой ходили. Мы тебе верили. А теперь наших жен и наших детей убрали. Мы все потеряли. Все за тобой мы больше не будем следовать. И как Библия сказано, они подняли камни, чтобы побить его. Это была самая низшая точка в жизни Давида. Это была темная ночь души. Вы делали все, что вы знаете, что надо делать. И вообще не срабатывает то, что сказал Бог. Вы отвержены. Вы потеряли. Ваши мечты разбиты. Ваши надежды сокрушены. Все, что у вас есть, это слово от Бога. И такое ощущение, что оно вообще не действует никак. И вы хотите сдаться. Вот так чувствовал себя Давид. И как Библия говорит, он укрепился в Господе. Все, что у него было. Все его обстоятельства были плохими. Его люди уже были готовы убить. Он все потерял. Куда идти, когда все теряешь? И даже когда Бог говорит что-то, этого не происходит. И у него было достаточно веры, чтобы верить. Казалось, как все, финиш. Это мог быть финиш. Потому что 13 лет раньше Бог сказал ему слово. Ты будешь царем. Иногда все, что нам следует держаться, это слово от Бога. Поэтому это все, что у него было. Он укрепился в Боге. И вы знаете историю. Они пошли в лагерь. И в том вражеском стане они нашли жен, детей, выгнали врагов из лагеря Стана. Привели своих жен, детей, имущество, забрали. И также еще все имущество врага принесли, забрали у них. И на следующий день в той битве, в которой он хотел принимать участие филистинлян и против израильтян кинь Саул took his life. Саул took his life. Саул погиб в то время. Иоаннафан был убит, и Саул took his life, когда он был убит. Иоаннафан был убит. Поэтому в тянем ночь души Давида внезапно, мгновенно перемена произошла. И через несколько дней он вошел в свое предназначение. И он стал царем. И что Бог приведет вас к вашему предназначению. Но между Словом Божьим и вашим предназначением будет темная ночь души. Возможно, их будет несколько, но Божье Слово, оно вечно стоит. И он будет верным вам. И он доведет вас до вашего предназначения. Единственный человек, который может удержать вас от вашего предназначения, это вы сами. Никакой царь не смог удержать Давида от его судьбы. Никакой армия не смогла Давида удержать. И никто остальництво не могло Давида удержать. От своего предназначения. Но только Бог довел его до предназначения. Но что если бы в Зиклаге Давид посмотрел на всю свою потерю. Посмотрел на всех своих людей, которые его отвергают. И он в отчаянии, вообще бросил все, и говорит, этого не будет. Взял бы меч, там, и себя бы убил. То он бы потерял, он бы лишился своей судьбы. И у вас будут искушения, испытания оставить и бросить все. И что это не было обетование Бога. Вы будете смотреть в обстоятельства, которые вообще противоположно говорят Слову Божьему к вам. Но доверяйте Богу даже среди темной, глубочайшей тьмы. Ухватитесь за этот кусочек света, откровения, который у вас есть. Найдите его среди темной ночи души. Не прекращайте и не останавливайтесь. Вы не потерпите крах. Возможно, вам нужно будет что-то новому учиться, по-новому. И что Бог будет верным, и Он доведет вас до вашей судьбы. Давайте помолимся.